Дагестан – особый регион России. Риторика про русский мир здесь не действует, потому что они не русские. Уезжая из республики, дагестанцы говорят «поехал в Россию». Люди не считают себя частью этой страны, потому что в остальной России их тоже не считают ее частью. И поэтому нет ничего удивительного в том, что осенью 2022 года здесь вспыхнули протесты против мобилизации в путинскую армию. А летом 2024 произошли вооруженные столкновения с российскими силовиками. Кавказ – загадочный и суровый край, где каждая гора и долина хранят следы былых сражений. Здесь история не просто рассказывается, а передается из поколения в поколение через рассказы, песни и легенды. Героические личности, такие как имам Шамиль, стали неотъемлемой частью культурного кода народов Кавказа. Их борьба против российской колонизации не только оставила глубокий след в истории, но и продолжает вдохновлять современных кавказцев на сопротивление. Почему дагестанцы продолжают восставать против угнетателей, даже когда надежда кажется потерянной? Возможно, ответ кроется в их неукротимом духе, который не сломить ни оружием, ни репрессиями. А возможно, не только в этом. Почему именно сейчас пробуждаются дремлющие конфликты и недовольства? Что становится катализатором для новых волн дестабилизации внутри России? Почему путинская стабильность, которой так гордились россияне, начинает рушиться? Скорее всего, вы знаете ответ или точно догадываетесь. Давайте проверим, совпадают ли наши мысли. Если это произойдет, то я попрошу вас поделиться этим видео, поставить лайк и подписаться на этот канал, если вы еще не подписаны. Итак, история Кавказа – это история непрекращающейся борьбы за свободу. Кавказские народы, включая дагестанцев, столетиями противостояли попыткам внешних сил подчинить их земли. Веками Дагестан находился в центре геополитических интересов различных империй – персидской, османской и российской. Каждая из них стремилась контролировать этот стратегически важный регион, но столкнулась с упорным сопротивлением горцев. Уже в XVIII веке дагестанцы начали активно противостоять российской экспансии. Петр I, стремившийся к расширению своих владений на юг, в 1722 году организовал персидский поход, во время которого российские войска вошли на территорию Дагестана. Этот поход стал первым значительным столкновением между Российской империей и дагестанцами. Несмотря на временные успехи, российские войска столкнулись с жестоким сопротивлением и трудностями в удержании территорий, что привело к их отступлению. В последующие годы борьба продолжалась. В XVIII и начале XIX века дагестанцы поднимали восстание против российской власти. Они заключали союзы с соседними народами, такими как чеченцы, чтобы совместными усилиями противостоять захватчикам. В 1785 году вспыхнуло восстание под предводительством шейха Мансура, которое охватило не только Чечню, но и Дагестан. Мансур проповедовал джихад против российских захватчиков, призывая кавказские народы объединиться в борьбе за независимость. С XIX века началась новая фаза сопротивления, связанная с именем имама Шамиля. Родившийся в 1797 году в маленьком ауле Гимры, Шамиль вырос среди гор, где каждый камень и каждое дерево хранили память о борьбе его предков против захватчиков. Он возглавил движение сопротивления, объединив чеченцев и дагестанцев против российской экспансии. Его тактика партизанской войны, известная как «газоват», стала символом непреклонности и мужества. Колонизация Северного Кавказа Российской империи сопровождалась бесчисленными жестокостями и репрессиями. Российские войска разрушали деревни, изгоняли население и насильственно переселяли людей, пытаясь сломить дух сопротивления. Однако дагестанцы и чеченцы, видя, как их земли насильственно присоединяются к империи, поднимали восстание одно за другим. Их непреклонность и желание сохранить свою культуру и независимость становились все более очевидными. В 1834 году Шамиль стал имамом и возглавил сопротивление на Северном Кавказе. Он сумел создать конфедерацию из различных горских народов, объединив их против общего врага. Под его руководством было проведено множество успешных военных операций, что позволило ему удерживать контроль над значительной частью региона в течение более двух десятилетий. Однако в 1859 году, после более чем 20 лет сопротивления, Шамиль был захвачен в ходе масштабной военной кампании, организованной российскими войсками. Несмотря на плен, его дух остался жив среди его народа, а его легенда продолжала вдохновлять будущие поколения на борьбу за свободу. Кстати, а знали ли вы, что плененный русскими Шамиль жил в Киеве, и его в столицу Украины направили не случайно? У российского императора Александра II был очень странный мотив отправки Шамиля в Киев. Хотите узнать, какой именно? Смотрите наше специальное дополнительное видео, которое мы выложили на нашем Патреоне. Ссылка на Патреон в подсказке, описании и первом комментарии. Сопротивление продолжалось и в 20 веке. Восстание в Западном Дагестане в 1920-1921 годах стало еще одним ярким примером борьбы против внешнего угнетения. Дагестанцы сражались против Красной Армии, стремясь сохранить свою независимость после распада Российской империи и в ходе гражданской войны в России. Этот дух сопротивления не угас и спустя века. В наше время, как в XVIII, XIX и XX веке, дагестанцы вновь поднимаются против диктата из Москвы, отстаивая свое право на самостоятельность и достоинство. Современные протесты в Дагестане можно рассматривать как продолжение многовековой борьбы народов Кавказа против российских захватчиков. В сентябре 2022 года в Махачкале и других городах Дагестана вспыхнули протесты. Женщины, которые вышли на улицы с плакатами «Наши дети неудобрения», стали символом нового сопротивления, напомнив миру о бесстрашии своих предков, сражавшихся за независимость Кавказа. Эти протесты – не просто случайное стечение обстоятельств. Они – эхо многовековой борьбы кавказских народов против внешнего угнетения. Вооруженные столкновения и перестрелки, произошедшие в июне 2024 в Дагестане, показывают, что Кремль теряет контроль над регионами, которые были насильно присоединены к России. Недовольство нарастает, и это неудивительно. События в Дагестане не просто локальные волнения. Они могут стать катализатором для более масштабных изменений, которые охватят все регионы России, когда-то колонизированные ею. Народ начинает осознавать свою силу и право на самоопределение. Исторические примеры показывают, что Кавказ часто становился эпицентром потрясений, которые приводили к изменениям в политической структуре России. Так было при Шамиле. Так может быть и сейчас. Теперь обратимся к самому важному вопросу. Что же стало тем триггером, который открыл ящик Пандоры для России? Совершенно естественно, что это война в Украине. Владимир Путин, начав эту агрессию, не только столкнулся с международным осуждением и санкциями, но и вызвал волну недовольства внутри страны. Мобилизация, направленная для усиления и пополнения оккупационной армии для ведения захватнической войны, усилила это недовольство, обнажив внутренние противоречия и недовольства. Дагестанцы, уставшие от нерешенных экономических проблем и доминирования центральной власти, выкачивающие из республики ресурсы, в том числе человеческие, начали осознавать, что их настоящие враги находятся не за границей, не на злобном западе, а в Кремле. Дестабилизация в России будет только нарастать, как снежный ком. Исторические параллели с прошлым говорят нам, что Кавказ вновь может стать центром этой нестабильности. Ведь события в Дагестане – это продолжение той самой борьбы за независимость и свободу, которая началась много веков назад. Вполне вероятно, что Кавказ станет началом конца путинского режима. И это только вопрос времени. Спасибо за внимание, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!